Здравствуйте, друзья! У нас с вами такой небольшой блиц. Мы отвечаем коротенько на короткие вопросы, связанные с участием в лотерее Гринкард. И вот первый вопрос. Спрашивают, лотерея Гринкард это же... Таки лотерея или это все известно заранее? Казалось бы, вопрос подразумевает ответ да или нет. Но сколько может быть ответов на один такой вопрос? Друзья, это зависит от того, сколько народу участвует в обсуждении. И что это за люди? Вот, допустим, я, как человек, выросший в еврейской семье, я вам скажу, что может быть больше, чем два ответа. Если вам кто-то скажет, что там, допустим, 5 евреев, 5 мнений, вас обманули. 5 евреев, может быть, и 7, и 8, и 10 мнений тоже. Поэтому я не буду усложнять. Значит, есть люди, которые скажут вам, что это все по-честному. Я лично считаю, что все по-честному. И есть люди, которые... Знаете, у них всюду заговор. Вот. И таки у них заговор. Значит, они вам скажут, что это не то. И они скажут, что есть какие-то методы и способы. Особенно, если вы заплатите. Вот. Это вообще будет потрясающе. Но вот... Я считаю, что по-честному. Выиграл. Говорят, что мне дадут по приезду. Это вопрос, который часто задают выигравшим люди, которые остаются. Человек говорит, вот выиграл гринкарт-лотерею, поеду в Америку. Он говорит, а что тебе за это дадут? Тебе дадут квартиру, тебе дадут машину, тебе дадут деньги. Тебя будут содержать бесплатно. Ну, то есть, ради чего ты едешь? Что ты с этого будешь иметь? Вот такой вопрос. Понятно? Надо сказать, что на этот вопрос есть ответ даже в инструкциях, американских инструкциях по участию в гринкарт-лотереи. Там есть FAQ. Вот эти вот часто задаваемые вопросы. И там, поскольку люди все время спрашивают. Ну, там немножко другая формулировка. Там говорят, а платят ли мне переезд? Вот там... Вот такого плана. Нет. Вам дают возможность. Но вам не дают денег. Более того, когда вы получаете визу для въезда в Соединенные Штаты, вы должны показать, что вы не нуждаетесь ни в чем таком. Вы не нуждаетесь в помощи государства. А у вас есть достаточно денег, чтобы приехать и быть на самообеспечении. До момента, когда вы найдете работу, и дальше у вас все это пойдет. И так далее. Если вы, например, приедете и подадитесь, особенно если так быстро, подадитесь на всякие программы государственные, которые есть для помощи бедным, то вы находитесь как бы в нарушении правил и потенциально, например, вас могут не впустить в страну. Вот куда-нибудь там поедете навестить родственников, а на обратном пути раз... И... Есть такие случаи. Не хочу сказать, что вероятность очень большая, но есть. Я учусь, спрашивает молодой человек, нужно ли переезжать сразу после выигрыша. Надо сказать, что таких молодых человеков очень много, которые учатся. Вообще молодежь, она более динамична. Молодежь более склонна к рассмотрению вопросов иммиграции. А что им? Тут терять нечего, там ничего нет. Много молодых ребят, которые учатся. И они говорят, я доучиться-то смогу. Вы сможете доучиться. Но, если уже я отвечаю на этот вопрос, то, я бы сказал, сильно зависит от того, чему вы учитесь. Во-первых, и сколько вам осталось доучиваться во-вторых. Например, если вы сейчас поступили на первый курс. В мае вам говорят, вы заканчиваете первый курс, вам говорят, выиграю. И вы говорите, не, ну мне же там еще три года учиться, или сколько там у вас занимает? Три-четыре. Я хотел бы доучиться. Я вам скажу, вы не хотите доучиваться. Вы хотите приехать и уже начать работать, и доучиваться здесь. Имеет большой смысл. Если вы играете, и вы заканчиваете, допустим, ну еще там через год, и вы говорите, я могу последний год доучиться. Ну, конечно. Вы должны въехать в США, и либо вы выправите себе такой специальный документ для отсутствия, либо вы просто уедете, там будете доучиваться, через полгода заедете, там недельку погуляете, обратно вернетесь. И вы можете отсутствовать, не злоупотребляя, вы можете отсутствовать там до шести месяцев, не объясняя никому причин. Просто если вы будете приезжать на неделю, потом шесть месяцев отсутствует, приезжать на неделю, шесть месяцев отсутствует, и так далее. Некоторые так делают. Им в какой-то момент говорят, значит так, в следующий раз мы тебя не впустим. Как что-то тут разъездился. Это может такое состояние быть, но если речь идет о том, что тебе надо просто доучиться чуть-чуть, это один разговор, конечно можно. Если тебе еще начать и кончить, и богу, сиди дома, не нужна тебе эта лотерея, вообще никуда не изжай. Смогу ли я привезти родителей? Видимо, это спрашивают молодые люди, которые как-то без родителей, ну, либо они заботятся о родителях, либо как-то они не привыкли без родителей. Родители большой вопрос, конечно. Особенно, когда, знаете, им присмотр нужен, и так далее. Вы сможете легко привезти родителей по действующим законам, по действующим, что они могут измениться. Есть много желающих изменить эти законы. Так вот, по действующему ныне законодательству, как только вы получите гражданство Соединенных Штатов, гражданство, это пройдет 5 лет после въезда в страну с грин-картой. Вы получите гражданство, и дальше в течение полугода буквально ваши родители оприходуют прямо здесь. Вот они сюда приедут, вы подаете на изменение статуса, и они через полгода имеют на руках грин-карту. Если они сидят дома у себя, это займет немножко больше времени, может быть, год займет, но именно родителей к детям сейчас очень просто пока присоединять. Если присоединять детей к родителям, то просто присоединять тех, кто до 21 года, несовершеннолетние, а вот дальше, дальше уже очень сложно. Ну, намного сложнее, чем, скажем, родители и детям. Есть наезд на эту позицию, вот законопроект, который сейчас поддерживает президент Трамп, но непонятно, будет ли он законом и так далее, вот этот законопроект хочет сделать так, чтобы привести было можно, но на государственную, так сказать, шею посадить уже было бы нельзя, потому что сейчас можно посадить на государственную шею тоже, ну, может быть, не с первого дня, но можно. Вам придется самим их содержать, тогда я совсем другое делаю. Это очень дорого. Говорят, где взять американский почтовый адрес для заполнения форума участника? Ответ, он вам не нужен. Там, где в этой форуме участника пишут адрес, имеется в виду ваш адрес, куда вам, в той стране, где вы находитесь, прислать уведомление какое-нибудь, если дойдет до того, чтобы вам по почте что-нибудь прислать. Допустим, вы родились в Узбекистане, всю жизнь прожили Российской Федерацией, а сейчас переехали в Новую Зеландию. Значит, дайте им адрес в Новой Зеландии в том смысле, в каком вы рассчитываете, что вам туда придет почта, и вы ее получите. Если вы не рассчитываете получить почту в Новой Зеландии, дайте адрес в России, где вы рассчитываете ее получить. Вот, собственно, и все. Вам не нужен американский адрес, если только вы не живете в Америке, и таким образом ваш адрес, он естественным образом американский. Заявка пишется только на себя, или еще можно играть и на членов семьи тоже. Можно играть всем взрослым, включая детей взрослых. Ну, собственно, они и так... Взрослость ребенка определяется тем, насколько у него есть, или вот-вот-вот будет аттестат зрелости, да, аттестат о получении полного среднего образования вот этой одиннадцатилетки. Значит, каждый может играть за себя. Мама за себя, папа за себя, и ребенок может играть за себя. Но ребенок, если выиграет, маму с папой с собой не возьмет. А мама или папа, любой из них, возьмет и маму, папу, ну там, что остается, и детей до 21 года, неженатых, возьмет. И фотографию можно ту же самую использовать. Спрашивают, если я подаю от себя, а жена подает от себя, я должен указать жену, я должен указать своих детей, она подает от себя, она должна указать себя, и мужа, и детей. Вот можно ли использовать ту же самую фотографию? Конечно. Почему же нельзя? Если вы, муж и жена, даже если это гражданский брак, вы не расписаны, но вы распишетесь, когда выиграете, все равно подавая две заявки, вы удваиваете ваши шансы на выигрыш. Как же не подать вдвоем? Вы чего? С ребенком отдельная история. Если вы в случае выигрыша готовы сказать, ребенок может ехать сам, значит, пусть едет сам, не вопрос. То есть, я видел здесь, вот у нас на канале, показывал девочку, она выиграла в 16 лет, и приехала сюда, ей 17 исполнилось вот тут. У нас на глаза. Приехала в 16 лет, она уже школу закончила, там как-то она сдала, там ускоренная, и все. Все можно. Последний вопрос. Могу ли я сам сделать фотографию для заявки? Можете. Будет ли это хорошо? Это вопрос. Вы можете пойти в ателье и сделать там, опять, будет ли хорошо? Это вопрос. То есть, вам и в ателье могут напортачить, но, если вы делаете сами, вы хотя бы контролируете. Если вам сделали в ателье, вы можете не знать, например, или они вам фон сзади там отбелили, или там файл, прыщик кому-то тут убрали, нельзя прикасаться. Это дисквалификация, если выяснится. Поэтому, есть люди, которые делают фотографию сами. Особенно, если ребенок, такой двухмесячный ребенок, ну, на белые простынки, значит, там, уж как могли, но, в инструкциях по участию в лотерее пишут, что вы, конечно, можете сделать и сами, но лучше, если вы обратитесь к специалисту. Проблема в том, что специалисты привыкли нарушать правила игры. Да, вот говорят, не изменять, не модифицировать вот файл, который там получен был во время съемки. Они модифицируют. Так, вроде специалисты, они вам скажут, что я там каждый день там по 10 фоток делаю на грин-карт лотерею, а в итоге он ее модифицирует и фактически дисквалифицирует участника, если к этому придет. То есть, можно сказать, а вдруг проскочит? Ну, конечно, может проскочить, конечно, но зачем рисковать-то? Ради чего, собственно? Поэтому нет, нет однозначного ответа на вопрос о том, лучше самому или лучше куда-то сходить. Есть люди, которые настолько не в состоянии сами ничего сделать, бывает, вот, что у них вопрос не стоит, они пойдут куда-то. Есть люди, которые могли бы и сами сделать. Я думаю, что большинство из нас вполне может снять там на смартфон и получится приличного качества фотография, и есть масса людей, которые именно так и поступили, и, в общем-то, все у них нормально прошло. Поэтому если у вас есть фотограф, которому вы доверяете, который правильно все сделает и так далее, и так далее, ну, конечно, сходите, что там оно стоит три копейки. Вот. Если уверенности стопроцентной нет, может быть, может быть самому. Вот. Если вы себе доверяете еще меньше, чем непонятному фотографу, подите к непонятному фотографу. Друзья, у вас проблема, вот, и у вас решение, значит, никто вам не поможет определиться. счастливо и успехов! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok